Музыка Сегодня я хотел бы продолжить тему, намеченную в предыдущей нашей передаче «Саугису». Напомню, там мы перевязывали ножки ребенка пестрой веревкой ала-жип. Но мы уже знаем, что это не просто сочетание цветов черно-белого или какого-другого. Пестрота обозначает в нашем случае мифопоэтической традиции, сакральную границу миров, верхнего и нижнего. И мы можем здесь подразумевать день и ночь, добро и зло, и, конечно же, жизнь и смерть. Что же обозначает слово «Алла»? Определение «Алла» пестрое в глубоком символическом смысле. Алла – пестрота жизни. Так мы переводим. Но за этим стоит тот смысл, который нам будет интересен и который мы будем изучать его в разных сочетаниях, встречающихся в казахском языке. Прикасаясь к ней, человек оказывался сопричастным к борьбе противоположностей, как в китайском знаке «иньян». Десерта эта рисуется пунктиром, потому как она плавающая, динамичная, и мы не можем знать, в какой момент добра будет больше, чем зла. И наоборот. Чего больше в человеке? Грешного или святого? Вот почему казахи не переступают через лежащую на земле «Алла-жип», не берут ее в руки. Вот почему эта пестрая лента, так похожая на змею, потому что она и есть та самая змея, что совратила дама, и фактически через яблоко подарил ему высшее знание. Участвует во всех наших обрядах, начиная с самого рождения и, конечно же, в погребальном обряде. Черно-белую веревку, привязанную к верблюду, а он является в мифопоэтическом контексте символом космоса, то есть представителем верхнего мира, протягивали через тело покойного и только потом начинали обряд прощания с умершим. «Алла-жип» – та же пуповина, только связывает она не мать и дитя, но, подобно этой родственной связи, является своеобразным мостком между небом и землей. Недаром, готовясь к предстоящим схваткам, заметьте, звучит, как будто готовиться к битве, а так оно и есть, беременная держится за пеструю веревку, специально для этого протянутую в юрте, как бы взывая о сакральной помощи к небу. Итак, отметим для себя, «Алла-жип» – это образ нити, моста, связующего нас с верхним миром. А теперь обратимся, пожалуй, к самому любимому образу всех алматинцев – это Алла-Тау – горы, которые возвышаются над всем городом. Мы привыкли переводить это слово, как «пестрые горы», но теперь, в контексте нашей передачи, понятно, что пестрота – это необычное. И в контексте того, что мы уже говорили, конечно же, нужно переводить «священные горы», а не просто пестрые. И в данном случае Алла-Тау – это ступенька к небу, это символический путь на небо. Вот почему они почитаются нами, как «священные горы». Географически это самая высшая горная точка на территории Казахстана. Недаром Алла-Тау является отрогами Тяньшаня – священных небесных гор. В сердце которых возвышается знаменитый пик Хан-Тенгри – покровитель неба, как его называют. В переводе на казахский язык – Тяньшань – Тенгри-Тау. А если принять этимологию Тенгри от корня «тан» – восход, то мы получим древнюю прародину тюрков. Место поклонения восходу самого великого божества древности – солнцу. Алла – это ключевое понятие для казахов, потому что Аллаш – это самоназвание казахов. Второе самоназвание казахов. Мы знаем, что в начале 20 века была организация казахской интеллигенции Аллаш-Урда. Это название идет от имени легендарного первого казахского хана Аллаша-Хана. В легенде об Аллаша говорится, что он был сыном среднеазиатского какого-то правителя. На самом деле речь идет не о реальном человеке с оспинами на лице, а о солярной, то есть солнечной природе хана Аллаша. Высший надматериальный смысл присутствовал и в программе Аллаш-Урды, которая стремилась объединить вокруг себя разноплеменные народы в единое стремление к свободе и независимости, к созданию нового союза, новой федерации. Итак, термин Алла в нашем контексте – это посредник между мирами. Это такой сталкер, в нашем случае Бахса, кочующий из нижнего мира в верхний, тем самым подтверждая, что большей частью он находится посередине мира, то есть является образом срединного мира. А для того, чтобы сталкер Бахса благополучно боролся против злых сил, ему помогают кто? Ну, даже в русском языке есть такое слово – благонадежные люди. Кто именно? Это многодетная мать в обряде с ребенком. Это почетные, уважаемые всеми Ахсакалы и, конечно же, именитые люди, которые достигли в этой жизни благодаря тому, что у них у всех есть покровители, высокие, сильные, которых мы называем Аруахи. Лоскутный идеал Акурак-Курпе – тот же космос или стремление к космосу. Геометрические фигуры, тотемные знаки, компонуясь в единую картину мира, олистворяли собой именно единение разных цветов и разновеличинных кусков ткани. Собирание космоса, как кусков ткани, выражали идею сотворения мира, который по древнегреческим мифам пряли парки. Парки или мойры древним представлялись олистворением неизбежной судьбы каждого смертного. В изобразительном искусстве они представляются как пряхи. Первая – Клоту, обычно рисуя сверетеном, придет нить жизни. Вторая – Лохесис, тянет ее, определяя судьбу жизни. А вот уже третья – Антропос, в переводе «неотвратимая», обрезает нить и этим кладет конец жизни человека. Поэтому в руках ее обычно присутствуют ножницы. Придение, подобное пению, эквивалентно порождению и поощрению жизни. В тюркской мифологии место пряхи занимает божество, которое участвует в сотворении мира, пахтая, океан. И здесь уже работают другие инструменты. Это мешалка, разливательная ложка, черпак, мутовка, ковш. И сама мифологическая картина мира, а именно акт рождения космоса из хаоса, предстает перед нами как процесс размешивания, взбалтывания стихий мешалкой или ковшом, что и является началом развертывания Вселенной, которая обретает формат времени и пространства. Для казахского менталитета сотворение мира, конечно же, должно напоминать такой, на первый взгляд, обыденный процесс, как изготовление кумыса, точнее, момент его предвкушения, когда в принесенной чаше специальным черпаком ужау хозяйка вспенивает напиток из кобыльевого молока, чтобы это степное шампанское обрело свой желанный вкус. Прообраз праматери, сотворившей мир, любимый в тюркской мифологии. Алтайцы зовут ее Ак-Ине. Среди казахов она известна как Май-Ана, богиня Умай, покровительница младенцев, но она же и пряха, точнее, ткачиха-мастерица, которая с любовью сшивает лоскутное одеало. Лоскутки ткани – это символы разобщенности еще не сложившегося космоса. Или же результат победы хаоса. В ритуале уплаты Колыма и дарения подарков сватам лоскуты обозначены отрезами тканей, которые принято дарить на свадьбу. То есть, наоборот, лоскуты не раздаются, а собираются в одном месте – там, где, может, и должен, согласно желаниям всех присутствующих, сотвориться новый миропорядок, новый космос отношений. Вот почему Курак-Курпе – лоскутное одеало – стелят новобрачным, которые с соединением сердец объединяют разнокровные кланы, создают новый союз родственников. Недаром говорят, что счастливые браки творятся на небесах, тем самым подчеркивая сакральный смысл великого таинства. Слово «Алла» на казахском языке означает «пестрый». Но для меня, как для художника, это слово ассоциируется с большим разнообразием цвета, с многоцветием. И одним из таких показательных примеров многоцветия является юрта, жилище кочевника, которая украшалась коврами, сырмаками, кошмами, то есть изделиями человеческих рук, мастериц, и особенно той мастерицы, которая сама жила в этой юрте. И вот это многоцветие, оно вдохновляет меня на создание работ, которые выполнены яркими, чистыми цветами, характерными для тюркского искусства. Ну, подобно тому, как смешанная техника дает очень интересные эффекты в живописи, такое уже смешение кровей, национальности в одной семье дает интересные результаты. И это смешение энергетик, это смешение национальности, менталитетов дало интересные результаты. Вся наша семья занимается творчеством, и каждый из нас, он интересен по-своему, и особенно в этом плане интересны дети и внуки. Характерно, что священные животные у тюркских народов практически обязательно пестры. Как известно, в жертву прежде приносили животных, имеющих на себе именно какое-то пестрое отличие, к примеру, белого барана с черной отметиной. Выделяли также жеребенка со звездочкой во лбу. А встретить пеструю кошку до сих пор считается добрым предзнаменованием. Пестрота священна – восприятие кочевниками наряда птиц – удода, кукушки, совы. Кто-то даже в них видит изречение Корана, написанное арабской вязью. Пестрого цвета – священный бык и конь, на котором ездит бог Тенгри, бог Ульгень. Пестрота – соединение, в котором, несомненно, есть положительные, ценные, как в руде, соединяющие в себе разные породы и металлы. Итак, определение «алла» в словосочетаниях, вроде бы нам привычных, «алла-тау», «алла-же», «алаш» – это символ среднего мира, точнее, срединного. Мы пришли в этот мир, с другого мира, и уйдем в этот мир. Как говорят казахи, вернемся. Но земная жизнь, самая прекрасная, как говорил поэт Николай Заболоцкий, быть может, лучший клок небес, она прекрасна именно тем, что в ней мы видим сочетание цветов, движение от образа к образу. И в этом, наверное, прелесть нашей жизни. И когда мы видим вот этот сотворенный мир, сочетание разных цветов и звуков, ведь что такое гармония в музыкальном смысле? Это сочетание звуков, которые слагаются в аккорд благозвучия. Поэтому можно смело сказать, что «алла», «пестрота» – она образ творчества, которое никогда не предсказуемое, которое сочетает в себе вроде бы несочетаемое. И тем самым пытается угадать, понять глубину образа земной красоты. Редактор субтитров А.Семкин